МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости о НАПА-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Столичный визит. Глава Ростуризма побывал в Анапе. Пойман с поличным. История несостоявшегося ограбления. Сейчас обо всем подробнее. Готовность номер один. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов побывал со знакомительным визитом в Анапе. Осмотрел, как идет строительство напорного канализационного коллектора. Поделился мнением о курорте и прогнозами на предстоящий сезон. Подробности в сюжете. Уникальный для Анапы проект строительства напорного канализационного коллектора. Его реализация в центре внимания федеральных властей. Финансирование гарантировано в полном объеме и поступит уже в апреле текущего года. 250 миллионов рублей на первый этап строительства. На месте проведения работ главе Ростуризма рассказали о технологии строительства, практически не затрагивающей городскую инфраструктуру. Сафонов поделился с журналистами. Впечатлен. Увиденным доволен. Действительно, мы сейчас проехали по Пионерскому проспекту. Вы знаете, что в рамках реализации федеральной целевой программы идет в настоящее время строительство напорного коллектора. Это очень важно для Анапы, потому что, к сожалению, в настоящее время существуют проблемы с этим процессом, с канализированием. И процесс строительства идет очень активно. И очень важный еще один момент, хотел бы я подчеркнуть, что он идет нетравмирующим способом. Завершить грандиозный проект за два месяца, что остались до начала сезона, невозможно. Но, учитывая жизненную необходимость модернизации системы канализирования, работа продолжится при минимальных неудобствах для жителей и гостей Анапы. Да, в курортный сезон работы будут вестись, но будут вестись цивилизованным способом. Разрытий не будет. Там, где будут делаться приемки для прокладки трубы, будет ограждение цивилизованное, освещение и извинения. Это локальное неудобство, скажем так. Раз есть деньги, надо их осваивать. Надо делать, это очень важный момент. Действительно нужно работать, и строители работают и днем, и ночью. Задача стоит, чтобы, конечно же, как можно, менее было негативное влияние на туристов. Но эту задачу нужно решать. Она насущная, она необходимая. Что касается прогноза на предстоящий сезон, то он оптимистичен. По словам экспертов, на рынке туриндустрии продажи путевок на курорты Краснодарского края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно возросли. Ожидается, что на Черноморском побережье отпуск проведут свыше 12 миллионов отдыхающих. Городские службы продолжают благоустраивать центральные улицы и сквера Анапы. Наша съемочная группа проехала по нескольким точкам, где проходят работы. Улицу Астраханскую украсит Туя, западная Брабант. Это вечно зеленое и привлекательное деревье. Имеет симметричную пирамидальную форму, которая практически не требует искусственной подрезки. Туи высаживают в заранее подготовленные лонки и удобряют почву специальным составом. А также обильно поливают после посадки, чтобы дерево прижилось и быстрее пошло в рост. Всего специалисты предприятия «Ремстрой» здесь высадят 250 туй. В преддверии 9 мая проходят ремонтные работы у стелы «Город воинской славы» в сквере за Центром культуры Родина. Рабочие «Ремстрой» заново прокладывают просевшую тротуарную плитку. Здесь они покрасят лавочки и урны, проведут обрезку деревьев и кустарников. Работы по озеленению и благоустройству планируют завершить к майским праздникам. В Анапе сотрудники вневедомственной охраны задержали вора-домушника на месте преступления. 28 марта около 9 часов вечера на пульт централизованной охраны поступил сигнал о незаконном проникновении в частное домовладение по улице Парковой. Дежурный незамедлительно направил группу задержаний на место происшествия. Прибыв по указанному адресу, сотрудники вневедомственной охраны заметили открытое окно второго этажа дома. Полицейские вызвали подмогу и блокировали возможные пути отхода преступника. Неизвестный попытался скрыться через окно, но был задержан. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны, данное деяние правонарушителю довести до конца не удалось. Как выяснилось позже, злоумышленник, отжав пластиковое окно и разбив балконную дверь, проник в домовладение. Однако ничего похитить не успел. Задержанного доставили в дежурную часть полиции. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют анапчанам заблаговременно позаботиться о личной безопасности и сохранности своего имущества. У вас есть возможность оборудовать квартиру, магазин, офис, домовладение современными средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации. При установке кнопки тревожной сигнализации вам позволят в любом случае при нажатии незамедлительно вызвать вооруженный наряд полиции в любое время дня и ночи. За сохранность имущества подразделение вневедомственной охраны несет полную материальную ответственность. Причем все это за минимальную абонентскую плату. Социальные и трудовые пенсии проиндексированы с сегодняшнего дня. Насколько возрастут выплаты пенсионерам и другим категориям граждан мы узнали в пенсионном фонде. Больше чем на 10%. Как рассчитали в Анапском отделении пенсионного фонда, средний покупание размер соцпенсии после повышения составит 7 694 рубля. Пенсию детям-инвалидам назначат опять же в среднем в размере 11 445 рублей. Инвалиды войны с двойной пенсией будут получать примерно 27 773 рубля. А фронтовики в среднем по 31 830 рублей. При этом тем пенсионерам, чей доход окажется ниже прожиточного минимума, установят федеральную социальную доплату. Дети войны, которые практически не видели своих родителей. Отцы воевали, матери работали без отдыха. Так в отрыве от самых родных людей росла и Лидия Григорьевна Голикова. Но детство она вспоминает не иначе, как с любовью и благодарностью к предкам за свое счастливое мирное будущее. Отца Лидии, Григория Ивановича Голикова, призвали в самом начале войны. Он погиб в 1941 году на Невском пятачке, где шли ожесточенные бои. Советские войска стояли насмерть, чтобы враг не сомкнул блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Я ходила, смотрела на небо и видела в них отца. И очень тяжело было. Я как маленькая старушка была. В общем, рассказывала ему о детстве, о трудностях. Мама Лидии Мария Васильевна осталась с четырьмя малолетними детьми на руках. Поняла, что им попросту не выжить в городе. И перебралась к родственникам села Подоренбург. Мать работала от зари до ночи. Она работала продавцом, а еще дояркой ходила. И каждый день в кортке приносила для нас четверых пол-литровую бутылку молока. И однажды эта бутылка выскользнула и упала, разбилась. И она пришла домой, так плакала, кормить-то нечем детей. Так прошли 13 тяжелых лет. После школы у Лиды были курсы поваров и кулинаров, которые она окончила, запомнив голодное детство. И чуть позже ей удалось воплотить в жизнь давнюю мечту – получить диплом декоратора в московском техникуме. С тех пор она преподавала в школе. Завр Горано был у меня на уроке. И до конца урока, еще, наверное, за минуту он вышел, ну, думаю, наверное, провалил. Оказывается, я получила высший балл только за урок. Награда за 37 лет безупречной работы – звание ветерана труда. Теперь Лидия Григорьевна Голикова на заслуженном отдыхе ждет домой мужа Михаила и сына Анатолия. Оба они – военнослужащие. В свободное время рисует и выращивает овощи на окнах. Эти навыки остались с детства, так же, как и привычка много трудиться. Уникальный музыкант, ярчайший представитель русской академической школы саксофона, дал потрясающей энергетике концерт в Анапе и провел несколько мастер-классов. Положительная энергетика этого молодого человека никого не оставляет равнодушным. Для начинающих музыкантов он просто волшебник. Затаив дыхание, студенты, школьники, их родители и даже преподаватели ловят каждый звук его инструмента. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных и Парижской консерватории Никита Зимин в прошлом году стал президентом Всероссийской ассоциации саксофонистов. Его таланту аплодировали зрители Швейцарии, Франции, Германии, Финляндии и других стран. Сегодня Никита поделился своими знаниями и отношением к музыке с участниками 4-й открытой творческой школы в Анапе. Хотелось бы, конечно, принимать участие в концертах, чтобы вместе с детьми играть, чтобы вдохновлять, чтобы они действительно понимали, ради чего они делают и что приносит людям радость. Когда-то Никита приезжал в Анапу в детский лагерь. Сегодня на встречу с ним, уже виртуозным саксофонистом, приехали коллеги и школьники со всего Краснодарского края. Мы давно этого ждали, очень хотели послушать живой звук. Потрясающая энергетика, которая на концерте исходит от Никиты, это что-то нереальное. Никита старается направить звук в нужное русло. Для него музыка – это необъятная вселенная. На своих занятиях он старается приоткрыть ее своим ученикам. 1 апреля во всем мире традиционно отмечается День смеха. Праздник очень любим народам. Многие придумывают шутки заранее и гадают, как же лучше разыграть коллег, друзей или родственников. О напчании гости курорта рассказали нам о своих первоапрельских розыгрышах. Ну вот сегодня друг меня разыграл, что это типа меня отчислят, отчислить хотят. Ну вот и все. Я чуть испугался, если честно. Просто ему не говорил этого. Я сегодня выходная. Мне товаровед звонит и говорит, я сегодня не выйду на работу, ты должна выйти. Я такая сначала в шоке, а потом уже поняла, когда меня разыграли. Я говорю, ладно, я проезжаю мимо, сейчас зайду. Тогда она уже поняла, что я ее разыгрываю. Единственный розыгрыш сегодня был плечо белое от мужа с утра пораньше. А разыгрывали в техникуме, ночью отправили на учебу. И пошла, оделась администратором. Мне говорят, ты куда, ну, вахтерша, ты куда в три часа ночи? Я говорю, учиться. Она говорит, иди спать. И они все ржут, зараза. СМС-очку прислали и сказали. Мы одобрим кредит на миллион рублей. Я побежала, как дурочка. А это девочка, которая там сидит, Любовь Алексеевна. Сегодня же 1 апреля. Я просто пошутила. Я вообще соскучилась за вами. Я позвонила подруге и говорю, это самое, здравствуй. Я приехала, она как приехала? Я говорю, приехала. Я в Анапе, а она в Белово, Кемеровская область. Она говорит, все, я бегу открывать. Я говорю, Ирина, подожди, я еще не выехала никуда. Вот такой был розыгрыш в прошлом году. В этом году я еще не успела. Мы на стройке работаем, позвонили, сказали, что у нас собрание. Они еще все спали. И получилось, что разыграли практически тонац. Они допоняли, что сегодня 1 апреля. Мы простояли, продождали их, а там холодно было. А они похохотали над нами. Как всегда, или спина белая, или что-то типа такого. Веселье в жизни. Чем веселее человек, тем и счастливее, и здоровее. Так что все в этом. Серебро в Анапе. Уникальный общероссийский проект – мини-футбол в школу. Ежегодно он собирает более миллиона мальчишек и девчонок, учащихся в школах из разных регионов страны. В Москве прошли 10-е всероссийские соревнования по этому виду спорта. И анапская команда в этот раз отличилась. Сюжет Ринаты Кадыровой. Сборную по мини-футболу встречают как героев. Главным помощником в приобретении спортивного инвентаря и формы для команды, а также финансирует поездки на все соревнования «Витязева авто». Аплодисменты для чемпионок от гостей и жителей Анапы, цветы и подарки. Такого триумфа в родном городе футболистки не ожидали. Нас очень хорошо встретили, мне очень сильно понравилось. Мы этого не ожидали. Фонтан эмоций. Ощущения переполняют. Я даже не ожидала. Думали просто, в особо загрёт. А тут какая-то символомия. Спортсменки завоевали серебряную медаль на всероссийских соревнованиях. Прежде чем попасть на этот турнир, прошли четыре отборочных этапа. А это значит, более десяти школ остались позади. Такой честью удостоены всего 40 команд. Девчонки из «Витязева» тренируются по 2-3 года. На такие серьёзные соревнования поехали впервые. Даже и не надеялись получить высокий результат. На сильно высокий результат первоначально тоже рассчитывать было сложно. Ну а уже потом, когда вышли в финал, конечно, хотелось первого места. Не хватило совсем чуть-чуть. За пять минут до конца матча пропускаем. Такой вот головы обидные вообще. Девчонкам всего по 11-12 лет. Но они уже серебряные призёры всероссийских соревнований. Своими победами они обещали радовать и дальше. Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды на завтра. Наталья Замозгова расскажет. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Что может быть приятнее апрельского утра? И даже дождик не испортит впечатление от весны. В четверг сохранится пасмурная дождливая погода. Днём столбик термометра поднимется до плюс 10 градусов. Позволим апрелю немного покапризничать. И дождь как аванс за предстоящее тёплое лето. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин